Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Буду говорить об знакомой теме, о теме, которую мы слышали даже в песнях детей. Дети поют в нашей церкви. Мы строим дом на камне, а не на песке, на камне он устоит, и в ветрах, и в штормах, и везде, а на песке не устоит. Но об этом есть местописание, которое мы читаем от Матфея, 7 глава, 24 по 29 стих. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, развились реки, подули ветры, устремились на дом тот, а он не упал, потому что было снова на камне. А всякий, кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и развились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Когда Иисус окончил слова эти, народ удивился учению его, и он говорил, потому что Иисус говорил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Вот такая, как бы для нас, кажется, простая тема. Как строить дом? Да, мне приходилось уже здесь, в Германии, строить наш дом. И вначале, так сказать, вырыли котлован, потом, так сказать, залили одну плиту под весь дом, там много металла вложили. В общем, вот такая плита, фундаментная плита, на которой стоит весь дом. Но пришлось и в церкви строить лифт, да, этот лифт на 4 метра глубиной, он где-то полтора метра глубже, чем фундамент дома. Да, мы очень переживали, будет ли там вода, влага, но Бог помог или предотвратил, что там воды не было. И вот мы, когда закопались, так сказать, мы видим фундамент слабый, его, так сказать, можно крошить киркой, вот слабый фундамент. А мы закопались полтора метра глубже, пришел городской статик, и он, так сказать, все это просмотрел, инженер прочитал, говорит, нельзя, надо подкапывать вот этим фундаментом и три таких столба залить бетонных, чтобы стояло все, так сказать, на самом вот том матерном грунту внизу. Да, мы так и сделали, было много работы. Но для меня это очень важно стало, как стоит наш фундамент. Впрочем, дом уже стоит, не только когда я строил, делал, а теперь стоит этот дом. И теперь пришел статик, он проанализировал, да, вот при этих работах глубинных фундамент должен быть усилен. Может быть, и в твоей жизни твой фундамент надо усилить. Он был построен в свое время, может быть, тоже по правилам как-то, но не так, как надо. А если он еще на песке построен, и этот песок, мы видим, так сказать, он когда-то все равно, так сказать, будет такой шторм, что он подмоет и унесет этот дом. Какой у тебя фундамент? Иисус говорит здесь слова, кто слышит мои слова и исполняет их, тот строит свой дом на фундаменте. Вы знаете, вот когда я вижу столько много всяких динаминаций, столько много всяких верующих, да, я вижу и те правильные, и те хорошие, и другие. И все это, каждый говорит, что они самые правильные. А смотришь по делам, ну не клеится оно, не получается это все так, как Господь говорит, который говорит, возлюбите Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, своей ближней, как самого себя. Вот по этим делам, когда мы любим людей, когда мы любим Бога, видно, что мой дом стоит на правильном фундаменте. И когда я покаялся, не потому, что я боялся чего-то, или кто-то мне сказал, надо каяться, а потому, что я увидел Иисуса Христа, который за меня умер. Я поверил тому, что вот этот Иисус Христос, Сын Бога Живого, пришел на эту землю для того, чтобы спасти всех людей грешных. Первый был спасен разбойник на кресте. И вот это, когда я вижу эту любовь, и тогда проникаешься, ты у него просишь прощения за свою жизнь, жизнь без Бога. И потом, так сказать, веришь, что Он дает, прощает тебе твои грехи. В этот момент, так сказать, появляется что-то очень важное. Ты рождаешься свыше, у тебя правильный, хороший фундамент. Но тебе надо дальше жить, и теперь нужно строить. Всякие такие влияния, ты слушаешь то, другое, третье, раз по интернету, то, другое, книг, море. Читаешь тех и других, и ты видишь, многие расходятся. И поэтому нам надо опять и опять идти в Библию, что говорил Иисус Христос, как Он говорил. Это непонятно, прости, Господь, объясни мне, что ты не понимаешь, поймешь. Но то, что ты понял, исполняй, выполняй то, что Господь хочет, так сказать, чтобы мы делали. Чтобы наш дом был не только красивый, но чтобы он стоял действительно на фундаменте, на вере в Иисуса Христа. Ибо только в Нем спасение, ибо только в Нем жизнь. Это так важно, проверять себя постоянно. Я не думаю, что один раз построил, и все стоит. Нет, наша жизнь каждый день, каждый день мы должны проверять себя и смотреть. Живу я действительно из этого источника? Дает ли Иисус Христос мне силу для победы? Могу ли я прощать каждому человеку? Могу ли я любить, как Он любит? Вот это вот все так важно. И когда наш дом стоит на хорошем фундаменте, проверяйте, проверяйте то, что слышите. У нас замечательное время, мы можем много слышать, мы можем много читать. Но важно, чтобы все же Библия, Слово Божие было выше всех остальных книг. И чтобы мы находили в Нем силу, чтобы мы черпались и учились у Христа. Он молился постоянно, ночами перед Богом, просил силы на каждый день. И нам надо заново и заново просить Бога силу жить в Нем, чтобы наш фундамент устоял в любых трудностях. Слава Ему, это возможно. Спасибо, Господи, за тот фундамент, который Ты нам даришь в Тебе. Аминь.